Вы просто можете потерять свой задаток, если не купите в срок ту понравившуюся квартиру. И очень сложно потом бывает вернуть свои деньги, если сделка не состоялась, если продавец их передал дальше за другую квартиру по цепи. В его интересах он будет выкручивать вам руки, что называется, по поводу схемы расчета, сроков освобождения квартиры. Дележ мебели покупателями и продавцами – тоже достаточно частое явление при сделках с недвижимостью. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня хочу поговорить с вами на тему сделок с недвижимостью. Вернее, о тех ошибках при сделках купли-продажи недвижимости, которые часто совершают продавцы и покупатели. Как всегда, приведу примеры из опыта, из нашей риелторской практики, что называется, основано на реальных событиях. Но перед тем, как начну самые основные ошибки перечислять, советую подписаться на наш канал всем тем, кто еще не подписан, и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на нашем канале. Первая ошибка, которую часто допускают покупатели недвижимости – торопятся внести аванс или задаток за понравившуюся квартиру, не имея еще покупателя на свою квартиру, в случае, если они являются сами продавцами, или не имея решения банка о одобрении им ипотечного кредита, если они планируют брать квартиру с использованием ипотечных средств. Почему это не нужно делать? Да потому что вы еще не покупатель. Вы не знаете, когда найдется покупатель на вашу квартиру. Наличные у него будут или ипотека. Сами понимаете, возникает разница по срокам проведения сделки. Вы пока не в курсе, получите ли вы одобрение по своей ипотеке и какую сумму вам в конечном итоге банк одобрит. Иными словами, вы не знаете, когда у вас будут деньги на покупку квартиры. Вы не можете спрогнозировать сроки покупки. Вы просто можете потерять свой задаток, если не купите в срок ту понравившуюся квартиру. Такие случаи бывают достаточно часто. Если вы продавец, то тоже не торопитесь брать аванс от такого покупателя. Вполне возможно, что аванс вам придется возвращать обратно. И вы только потеряете время, упустите своего настоящего покупателя, который может у вас появиться за это время. Определение задатка и аванса, что из них и в каких случаях возвращается, заслуживает отдельного видео на нашем канале. Обязательно сделаю такое с примерами. Но в любом случае помните о том, что в 90% случаев продавец не просто так за свою квартиру деньги получает, а подбирает себе обмен в 90% и 100%. И очень сложно потом бывает вернуть свои деньги, если сделка не состоялась, если продавец их передал дальше за другую квартиру по цепи. А часто цепочки выстраиваются и из трех, и из четырех, и более квартир. Следующий момент. Допустим, вы решили все свои финансовые вопросы, вы реальный покупатель и нашли себе квартиру. Нашли сами, без риэлтора. И решили, что риэлтор... Ну, в общем, решили никого не привлекать. Ни риэлтор, ни юриста со своей стороны, так как со стороны продавца уже есть риэлтор. Друзья мои, это риэлтор продавца. Продавец, ему платят деньги, соответственно, на сделки. Этот риэлтор будет защищать интересы именно продавца. В его интересах он будет выкручивать вам руки, что называется, по поводу схемы расчета, сроков освобождения квартиры. Соглашение о задатке и договор купли-продажи будет составлено максимально выгодно для продавца. И это нормально. Он за это деньги от продавца получает. И он не будет вас, покупателя, предупреждать о существующих рисках, связанных с покупкой квартиры, где, например, не все в порядке с документами, и эти риски есть. Поэтому, даже если со стороны продавца уже есть риэлтор, тем более вам необходим человек, риэлтор или юрист, специализирующийся на сделках с недвижимостью, который будет ваши интересы защищать. Обязательно в договоре купли-продажи указывайте срок освобождения квартиры, если она не освобождена и ключи вам не отдали на сделки. В нашей риэлторской практике были случаи, когда продавцы не особо-то и старались освобождать квартиру, нарушая сроки ее освобождения. Которые они прописывали в договоре купли-продажи. Приходилось прибегать к помощи участковых даже. То есть, если в вашем договоре купли-продажи будет прописан срок освобождения квартиры, ну, хоть будет на что сослаться. Дележ мебели покупателями и продавцами. Тоже достаточно частое явление при сделках с недвижимостью. Бывает, что продавцы понабещают покупателям оставить свою супер-дорогую мебель в квартире, а по факту покупатель обнаруживает после сделки пустую квартиру. Ни кухни тебе обещаны, ни кондиционера, ни шкафа-купе. А бывало, что и лампочки с розетками и шпингалетами с санузлов выкручивали продавцы. Да, было и такое. В таких случаях советую составить опись имущества, опись того имущества, которое остается в квартире. Подписать с двух сторон, и в день сделки еще раз можно посмотреть квартиру на наличие всего вышеобещанного продавцами. Расчеты по сделке. Расчеты между сторонами советую производить в банке. Участились случаи подделки купюр достоинством 5000-1000 рублей. Мне в офис приносили покупатели на сделку буквально совсем недавно фальшивые 1000 рублей. Верю, что не со зла, не намеренно. Так получилось. Скорее всего, с ними тоже этой купюрой где-то рассчитались. А так встретились в банке, подписали договор, перекинули со счета на счет и голову себе не забивайте. Ну а вообще, тема типичных ошибок при сделках с недвижимостью достаточно обширная. Я перечислил лишь часть из них. Скорее всего, сниму продолжение на эту тему. Поэтому подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, если видео вам было полезно. Делитесь им с друзьями в социальных сетях. Ну и до новых встреч. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok